вот если бы вы объяснили различные аспекты йоги потому что иногда думают что йога это просто упражнения какие как это медицина или медитация то есть так много аспектов и я не знаю все из них это могло бы быть интересным йога это культура это стиль жизни есть такой способ как йогическое питание йогическая пища когда вы говорите йогическая пища это аюрведическая она должна быть вегетарианской прежде всего йогическая йогическая диета вот такова йогическая диета это веганская нет или вегетарианская нет нет это не веганская диета это один из аспектов йоги но что касается диеты да это лактовегетарианство мы пушаем молочную продукцию это не веганская диета мы держим коров заботимся о них пьем молоко и также используем масло ги наносим масло с растительное на тело а ги это для внутреннего употребления йогическая диета такова мы хотим использовать натуральные продукты вещи которые растут в местных условиях не чтобы не привозить что-то издалека то что кушаем то что здесь растет и лучше если сами выращиваем то что растет на земле я знаю что многие люди едят только сами вырастили ничего не покупают со стороны все выращивают сами они так питаются в китае так люди так поступают жизненный стиль йоги эта культура есть йогическая музыка которая помогает возвысить наше сознание то есть думать глубже мышлять о себе то что способствует медитации есть различные виды звуков и они влияют на сознание некоторые очень грубые жестокие а другие очень милые успокаивающие например особенно звуки воды текущей воды особенно текущая вода очень хорошие приятные звуки шелест листвы легкий ветерок пение птичек павлины у них такие специфические голоса или вот мычание коров например вот все эти звуки очень благоприятны для слуха а другие звучат пугающие атаковые звуковые вибрации различные чувства воспринимаем и все должны воспринимать комфортным успокаивающим расслабляющим которые избавляют нас от волнения и напряжений окружающим мире и пища тоже должна быть такой и музыка атмосфера тоже должно быть такой все должно быть естественным не должно быть как шум уличного движения или загрязнения очень много такого это все лишь мешает беспокоит его все время вы слышите повсюду вы слышите например сирена скорой помощи или сирену пожарной машине это все неприятно вам мы живем в такой среде где очень много буду страсти это не способствует медитации самопознанию а мы должны развивать глубь благости если вы читали гитру там описывается что есть три качества природы это благо страсти невежества и живя в таком городе как женева здесь очень много страсти здесь также конечно и невежество присутствует и очень много очень мало благости но женева еще не так плохо здесь есть парки деревья здесь смен смесь страсти и невежества и также и благость есть мы бы хотели увеличить гону благости в нашей жизни лучше чем страсти и невежества развитие благости мы должны избавиться от всех искусственных частей искусственных составляющих нашей жизни все должно быть натуральным должна быть простая жизнь и возвышенное мышление а простота зависит от природы мы сосредотачиваемся на высших аспектах жизни мы хотим размышлять куда мы пойдем после этой жизни но само собой мы не останемся здесь навсегда мы должны подумать о будущем в этом нет ничего неправильно неправильного думать о будущем будущем не в этой жизни а когда эта жизнь закончится куда же мы пойдем вы знаете в индийском обществе когда кто-то умирает после смерти они встречаются и говорят об этом человеке что он совершил в мире то есть такое памятное собрание они собираются вместе и вспоминают вспоминают об этом человеке что что он привнес в этой в этот мир чему он помог и мы тоже должны все время думать о том что мы сделали что мы внесли в эту жизнь когда мы покинем этот мир надо подумать о что люди про меня будут говорить мы должны об этом думать и это нас больше вдохновит на действия в более сострадательной манере в заботливой любящий и уменьшит наши наш эгоизм йога йога должно взращивать такое сознание йога значит соединение связь связь тела ума и души вы должны соединить все эти вещи с господом с верховным таковы различные методы йоги бхагавадгита описывает карма йога это йога действия гьяна йога йога знания и бхакти йога это йога преданности конечно есть другие процессы есть аштанга йога есть путь аштанга йоги вам понятно можно спросить да мы продолжим аштанга йога это такой путь однако из аштанга йоги люди обычно выбирают только один ее аспект в ней восемь на самом деле составляющих яна не яма асана пранаяма пратяхарат гарана дьяна и самадхи так на санскрите называются восемь уровней йоги яма и не яма это то что мы должны делать и чего мы не должны делать то что мы должны делать это различные регулирующие принципы мы не должны жадничать гневаться мы должны контролировать чувства мы должны быть чистыми внутри и снаружи в своих действиях мыслях и словах патанджири все это описал вот такую йогу аштанга йогу он записал различные уровни и части восемь частей восемь составляющих йоги йога сутра сутра это значит краткое изложение сути в короткой форме то есть это принципы основные основные положения вот такова аштанга йоги люди сегодня хотят это делать это популярно среди них однако они не следуют регулирующим принципам они только асаны делают любят только такую гимнастическую часть и если вы им скажете про эту часть они должны быть вегетарианцами нет 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 я про это как-нибудь потом подумаю просто асаны выполняем и пранаяма пранаяма это просто зажать нос люди это делают говорят это хорошо для здоровья мы можем это делать однако истинная цель пранаямы это подготовиться к медитации подготовить себя к медитации вот это пранаяма то есть вы должны сесть нужно сидя это делать спокойно у людей нет привычки сидеть на одном месте долгое время однако аштанга йога требует этого вы должны сидеть спокойно неподвижно и вот такова пранаяма асаны прежде всего делают тело гибким и пранаяма это когда вы сидите в определенном месте и механически контролируете свой ум затем вы продолжаете пратьяхара, дхарана дьяна это разные уровни медитации концентрации прежде всего пратьяхара не концентрироваться на чем то внешнем не думать об окружающем вы должны отбросить все ваши мысли о внешнем мире пратьяхара дхарана это концентрация на внутреннем и дьяна это медитация на сверхдушу вы должны вы должны засредоточить на сверхдуши это форма личности которая в нашем сердце и йоги должны засредоточиться медитировать на этом созерцать ее это форма вишну которая в нашем сердце форма вишну и через медитацию мы приходим к самадхи когда ум полностью зафиксирован без отклонений и человек достигает транса остается в трансе вот такова аштанга йога и аштанга йога приводит нас к бхакти йоге приводит к преданности поскольку тот кто медитирует на душу на форму в своем сердце на сверхдушу он должен думать о том какова же связь как как соединить это происходит в результате действия когда вы посвящаете свою деятельность удовольствию Верховного Господа карма йога это йога действия люди любят действовать они не много не так много думают о том почему я это делаю ради чего им просто нравится это делать для других у них доброе сердце вот такова карма йога это непривязанность непривязанность не быть привязанным к результатам труда делать не для того чтобы что-то получить а просто делать что-то заботясь о других принося что-то другим агьяна йога агьяна йога когда человек получает больше знания общается с теми кто является знающим кто знает священные писания йога сутры например бхагавадгита махабхарата рамаяна существует множество священных писаний которые можно прочитать и оттуда получить знания о душе о себе о природе ума о том как работает чувство обо всем этом то есть вы получаете много информации читая священные писания и переходя на уровень знания это знание обладая знанием можно лучше медитировать поскольку у вас есть информация о душе о том какова форма души как медитировать на нее вот такого дьяна йога в карма йоге такого знания нет однако дьяна йога имеет это знание и дьяна йога приводит к бхакти которая является преданностью понимания что есть верховный и мы соединены с ним с помощью нашего любовного служения с помощью бхакти преданности и чтобы получить это знание о бхакти вы должны быть связаны с кем-то у кого оно уже есть кто уже получил бхакти тот может дать его вам сложно получить его самому просто ища его самому это потребует длительного времени однако кто-то кто имеет это бхакти может дать его нам и как он это сделает просто разговаривая с нами поучая нас и рассказывая нам об этом о природе жизни о природе ума чувств и как нам преодолеть препятствия в жизни как нам как нам идти к цели жизни и какова цель жизни мы должны понять что впереди что-то есть мы получаем эту информацию от тех у кого есть бхакти бхакти как заразная болезнь например болезни некоторые заразны например у кого-то тиф он его может передать другим куда бы он не пошел люди тоже могут получить тиф от него и заболеть однако если вы контактируете с тем у кого бхакти преданность вы можете ее получить таким образом они могут дать ее вам передать вот вот такова преданность это соединение связь с Верховным Господом и эта связь очень привлекательна считается что это высший уровень йоги развитие такой преданности развитие преданности бхакти и оно приходит нам через слушание всего лишь вопросы понимания созерцания и мы приходим на этот уровень бхакти как идти к бхакти выше этого ничего нет на лестнице йоги это вершина лестницы йоги тот у кого есть бхакти он полностью удовлетворен он больше ничего не хочет в этом мире он удовлетворен в себе сам удовлетворен просто имея бхакти такое настроение преданности он не сосредоточен на материальном процветании на каком-то успехе в материальном мире он полностью удовлетворен таково настроение преданности Верховному Господу таково таково бхакти вот чего мы должны достичь мы можем прийти к этому уровню различные йоги обычно развивают мистические силы они хотят их получить хотя контролировать мир есть различные мистические силы йоги называют их йога ситхи некоторые люди йоги могут летать кто-то ходит по воде некоторые что-то могут издалека вам принести просто сосредоточив на этом свой ум и с помощью сосредоточения они могут поднять допустим стол вот этот с помощью ментальной силы однако это не является конечной целью йоги все эти виды сил энергии очень привлекательны для материалистов однако это не высший уровень йоги это все очень материалистично йоги хотя у них есть такие силы они не умиротворены и не удовлетворены поскольку у кого-то может быть еще больше сил чем у них и они сравнивают у кого-то больше этих сил и таким образом они не удовлетворены не умиротворены они они вечно стараются получить больше и больше слабые признания и они не умиротворены это же не настоящая цель йоги а могут ли люди какие-то не есть и питаться просто праной есть такие люди которые живут только с помощью праны они живут в каких-то сообществах они обычно уходят в Гималайя и там они одни живут да да в одиночестве обычно так они поскольку не разговаривают чтобы контролировать ум и чувства они держат их под контролем они все время сосредоточены внутри себя они не хотят общаться хотят быть только наедине с собой поэтому они входят в транс и остаются в этом трансе и так таким образом живут с помощью праны в Индии в Индии есть такой фестиваль праздник в том месте где ганга сливается с емуной это место называется праяк праяк врач да и там проходит каждые 12 лет проходит фестиваль в январе-феврале в начале года и там есть йоги они туда приходят каждые 12 лет им сотни лет однако они выглядят как молодые люди и они не с кем не разговаривают они не хотят чтобы их узнавали они приходят принять омовение в священных реках в это благоприятное время а потом они уходят после того как примут омовение опять уходят в горы и продолжают свою медитацию то есть они живут много многие годы да многие сотни лет да они так живут очень долго однако это не настоящая цель ну вот у вас долгая жизнь но деревья тоже долго живут однако у деревьев нет такого высокого сознания некоторые деревья сотни лет живут однако это же не цель жизни мы должны мы должны учитывать свое сознание если вы просто живете сотни лет ну и что для чего вам это просто чтобы долго жить все равно вы однажды оставите тело были такие великие личности как Шанкарачарья вы знаете это имя он является инкарнацией господа Шивы он пришел в мир 1200 лет назад 1200 лет назад он жил всего 32 года однако написал изложил очень глубокое учение он писал на санскрите его и его учения читают и ценят по сей день вы могли бы пожалуйста сказать что это за имя какова цель жизни вы спрашивали о юге ну если бы я действительно знала я бы уже как то продвинулась в этом больше я только начала размышлять об этом спасибо ты знаешь наш ум тоже соединен йогой однако я не очень интересуюсь тем чтобы продолжать это все из жизни в жизни в материальном мире умирать снова рождаться священные писания говорят что мы что у нас есть вечная жизнь и мы личности в духовном мире есть также бог который тоже индивидуальность и личность у нас есть любовные отношения с ним мы например можем быть друзьями с ним каждый имеет вид особое отношение с ним и только восстановив эти отношения можем наконец-то стать по-настоящему счастливыми и удовлетворенными это значит правильно Гуру Махарадж это все отражение духовного мира материальный мир это отражение духовного здесь нет вечного счастья например здесь есть любовь между мужчиной и женщиной любовь она вначале очень сладкая однако через какое-то время одна приводит к страданиям и она уже не удовлетворяет нас все эти отношения однако в духовном мире она чиста в ней нет вожделения и она удовлетворяет нас полностью вот таковы отношения только в духовном мире есть дружба супружеская любовь считается что материальный мир всего лишь четверть духовного мира и он для людей для тех кто не хочет координировать свои действия со Всевышним мы те души которые не хотят с ним считаться однако есть некоторые души которые спрашивают зачем я здесь и что случится когда я уйду отсюда но это не все они не хотят преодолеть этот барьер они еще не готовы к этому я начала воспевать Харе Кришна мантру сначала я начала с 10-15 минут и через год я еще много вещей практиковала параллельно медитация на единство я считала что Харе Кришна вообще не для меня я 10 минут всего поспевала однако это действительно помогает моему уму тогда я уже больше медитировала и воспевала Харе Кришна и это сказал Господь Читания который дал нам эту мантру и вы должны концентрироваться на звуке и таким образом можно очистить свой тунг и постепенно постепенно мы сможем понять философию несмотря на то что Махарад очень возвышенная личность и даже если он все нам расскажет мы не сможем понять это поскольку наши чувства они настолько очищены однако он всегда настолько добр он всегда хочет дать это людям которые задают вопросы и хотят что-то понять вы должны читать какие-то книги и посмотреть насколько это убедит вас начать воспевать вот что мы должны делать чтобы прийти к бакте-йоге а другие системы йоги я не знаю другие системы йоги они не настолько эффективны для меня я практиковала правда медитацию мы активируем чакры это медитация я должна открывать сердечную чакру однако это не полная информация это не дает нам полную информацию оно не скажет вам ясно что вы духовная душа не убедит вас в этом в том что вы духовная душа не убедит вас в этом пункте да вы духовные души и следующий вопрос есть о природе духовной душе природа такова что вы вечные мы полны счастья блаженства не так как сейчас наше тело не вечное мы умрем поэтому мы не можем быть полностью счастливы но однако у нас на самом деле не такая природа духовная душа это частица всевышнего в этом мы едины с ним духовная душа которая у нас есть имеет отношения с господом и мы можем обрести отношения с помощью бхакти йоги вот так я вижу суть этого как то так существует множество техник которые в конце концов не совсем такие же но говорят примерно об одном и том же кто-то говорит об пране кто-то говорит о кто-то об энергии чьи просто это то же самое выраженное разными словами и они все же сходятся воедино вы должны попытаться вы должны пытаться и Кришна поможет вам найти это потому что он знает сердце каждого он поможет вам он знает сердце каждого и вы должны попытаться найти свой путь действительно Гуру Махарадж да некоторые видят господа во вселенной различные аспекты природы представляют господа высшее бытие вы видите например горы это как кости верховного господа реки это его вены на его теле и высшие планеты солнце это как его глаз для меня сложно так размышлять Гуру Махарадж очень трудно для некоторых очень сложно видеть как в божествах присутствует Верховный Господь они видят видят они не могут понять как это на самом деле как как проявление Всевышнего как Всевышний проявляется в божествах да я знаю я понимаю о чем вы говорите если вы не родились не в Индии вы не получили такого образования для иностранца это сложно все это понять на самом деле нужно все это учить однако это не является сутью зовете вы это Богом или природой привлекаются люди тем более другим да конечно некоторые больше привлечены к тому чтобы сидеть и молчать и концентрироваться на Всевышнем думают что это очень духовно но они не могут быть на самом деле духовны поскольку они это зависит от их отношения как они себя воспринимают а другие думают что очень духовно заниматься упражнениями йоги хатха йогой они думают что это очень духовно если я различные позы буду принимать гимнастикой заниматься а еще кто-то думает что пранаяма контроль дыхание это очень здорово есть различные пути с помощью которых людей люди выражают свой прогресс в йоге однако есть также всякие ложные учения йоги в наше время да они долго ходят в эти школы однако никакого прогресса у них нет да так и есть такие всякие фальшивые йоги это зависит от преподавателя потому потому что если иногда тебя никто не подталкивает ты стоишь на месте да да или ты сам себя подталкиваешь или у вас есть учитель если вы кого-то исцеляете вы считаетесь очень могущественным йогом если вы можете вылечить какую-то болезнь вот например она говорила мне что есть одна женщина которая лечила людей от проказа проказа это в Индии это была проказа это когда у вас такие пятна на теле проедающие вашу плоть и с помощью йоги она развила некоторые силы однако это не значит что ее сердце чувствует жизнь совершенно некоторые йоги могут по воде ходить некоторые личности могут так и вот такие совершенства йоги они сразу думают что они такие великие прямо как бог они так чисты некоторые думают что у них есть действительно какие-то силы это вот то что я знаю это зависит от того чему вы хотите научиться с помощью йоги когда мы спрашиваем гуру махараджа о йоге и какова цель изучения йоги с чего вы хотите достичь с помощью йоги что вы хотите выучить для меня это просто шанс больше узнать о йоге о различных путях я знаю что это не просто упражнения не просто медитация это прогрессия лестница один уровень йоги за другим а откуда мы должны начать обычно мы начинаем с карма йоги карма йога карма йога это йога действия хорошо вы должны действовать с непривязанностью вы должны действовать ради верховного господа ради его блага вы жертвуете результаты своего труда для господа вот что называется карма йогой а например 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 вы можете пойти в храм и вам скажут помыть там полы вы моете полы в храме и это и есть карма йога вам не платят за это вы просто делаете это как служение для Всевышнего вы читали бхагавадгиту бхагавадгита бхагавадгита вы не читали да вам нужно прочитать взять из кого-нибудь взять эту книгу я дам вам французское издание бхагавадгита это не то что завтра это тоже хорошо я дам вам французское издание бхагавадгита значит песнь господа песнь да песнь бхагавад значит исходящее от бхагавана бхагаван значит верховная личность бога а бог это кришна и когда кришна говорит здесь написано шри бхагавана вача бхагаван говорит господь кришна говорит господа кришну называют бхагаваном бхагаван это значит тот кто обладает достояниями учение бхагавангиты было дано на поле битвы там как раз должна была состояться битва арджуна слушает бхагавангиту он был с кришной они были вместе нет на французском да арджун был там с кришной они друзья арджуна должен был сражаться и господь кришна вел его колесницу однако арджуна придя на это поле битвы смутился и сказал я не хочу сражаться это неправильно он думал что это неправильно и господь кришна поговорил с ним объяснил ему почему он должен сражаться он сказал ему что это карма йога нужно делать это как обязанность с непривязанностью к результату не так легко это сделать да кармический результат конечно это требует времени после того как прочитать несколько раз это все я читала несколько раз я вот первый раз открыла вообще ничего не поняла мы читаем и забываем так быстро все да да часто мы не можем понять вам нужно время чтобы практиковать йогу но вам нужно прочитать Бхагавадгита перед этим есть вопросы какие то нет вы хотите мы все говорим о йоге я учусь хорошо Бхагавадгита это знаменитая книга во всем мире она взята из Махабхараты она взята из Махабхараты Махабхарата это более объемная книга а Бхагавадгита это часть Махабхараты Махабхарата это история мира 5000 лет назад ее кто то написал и это известно ее написал Вьясадева Вьясадева это великий великая личность великий мудрец святая личность и она рассказана 5000 лет назад и Ганеш ее записал Ганеш записал все а Вьясадев а Ганеш писал Вьясадев мог видеть что наступает Кали-юга эта эпоха называется Кали-юга он предвидел все симптомы Кали-юги что люди будут мало жить они будут все время ссориться они будут неудачливы все эти признаки он наблюдал и люди красота людей будет определяться по прическе есть такие предсказания разных признаков и все это будет очень плохо и вот он тогда написал записал это здание и вот это очень важная часть этой книги это одна книга или много это только одна книга 18 глав 700 стихов в ней 700 шлок на санскрите которые переведены и и каждый кто переводил он писал комментарии на каждую шлоку то есть есть объяснение да да бхагавадгита это книга на всю жизнь вы можете всю жизнь ее читать и каждый раз когда вы будете ее читать вы будете находить там все время что-то новое такова такова ее природа это не как газета прочитали и выбросили а бхагавадгиту вы можете читать все снова и снова поскольку в ней заключено послание а куда вы поедете после женевы я поеду в роттердам на следующей неделе махарадж уезжает следующую пятницу вы с кем-то увидитесь да вы также будете давать учения конференции по этим темам да да когда подойдет время иногда в Индии иногда я это делаю онлайн махарадж дает лекции мы также ведем курсы онлайн по бхагавадгите есть курс учебный и о чем там о бхагавадгите о чем говорит это учение да в послании бхагавадгиты объясняется все все что в ней задержится чему она учит вы можете сами пройти бхагавадгиту сами вы этого не объясните есть там три йоги карма йога бьяна йога и бхакти йога все йоги включены да она учит этому материальная природа мы узнаем о господи о живых существах о карме обо всем этом все это описывается в бхагавадгите пять тем которые там описаны кто такой бог живые существа что такое карма материальный мир и что такое живые существа живые существа живые существа это души ну все души там говорится о душе да о хорошо говорится что есть 8 миллионов 400 тысяч видов жизней растения рыбы птички насекомые деревья деревья это все различные виды жизни и есть человечество как вид жизни они все души все живые существа они имеют жизнь а жизнь исходит из души без души а это просто мертвое тело и разница между жизнью и смертью это в том что в мертвом теле нет души а если что-то живое то эта жизнь происходит из души сознание исходит из души а сознание в различных телах является различным например сознание дерева отличается от сознания животного или человека сознание в человеческой форме жизни считается высшим да да есть и внеземная также жизнь жизнь есть повсюду жизнь везде во вселенной также на других планетах да это Мы верим, что жизнь есть на других планетах во всех местах. Жизнь не ограничена этой планетой. Атмосфера этой планеты приспособлена под определенные виды жизни, а атмосфера на других планетах приспособлена для других. Например, на планете Солнце огонь, пламя. И у них такие же огненные тела, чтобы они могли там жить в огне. Они могут там жить. Есть планеты, состоящие из газа. Это на звездах? Нет. На других планетах. Он спрашивает о звездах. О звездах. Да. Звезды это тоже живые существа. Везде различные формы жизни. Различные места во Вселенной. И звезды, другие планеты тоже. И вы верите, что они могут приходить сюда, посещать нас время от времени? Есть люди, которые видят разные живые существа. Есть разные необъяснимые вещи, например, пирамиды, пустыни Наска в Южной Америке. Разные сооружения, которые не могли бы туда перенесены. Никакими существами, которых мы знаем. Или есть знаки на полях. Не знаю, как правильно их назвать. Это как круги на полях. Они так совершенно сделаны. Они выглядят так, что они не могли быть сделаны с человеческими существами. Есть вещи, которые мы не можем объяснить. Очень много вещей. Поэтому мы считаем, что есть жизнь на других местах, не только здесь. Это очень ограниченный взгляд. Считать, что жизнь только на этой планете есть. Есть различные уровни живых существ на других планетах, на высших планетах. У них долгая жизнь. У них сверхъестественные силы. Есть также и низшие планеты. Регионы, расположенные ниже Земли. Это адские планеты. И они называются подземные миры. Это низшие регионы Вселенной. Они очень населены. Веды описывают эти вещи во Вселенной. Однако, они также говорят, что везде, вся Вселенная – это обитель жизни и смерти. Везде, где бы вы ни жили, если вы родились, то вы в один прекрасный день умрете. Жизнь не является вечной одновременно. Однако, веды говорят, что есть другой мир, который находится вне материального творения, который является вечным. И он не разрушается никогда. Это духовный мир. И в духовном мире есть тоже существа, которые наслаждаются, вечно наслаждаются блаженством и вечным знанием. И с помощью йоги вы можете туда попасть. Мы можем туда путешествовать с помощью йоги. Различные типы йоги перенесут вас в разные места. Есть йога, которая перенесет вас на высшие планеты внутри этой Вселенной. Однако, бхакти-йога несет вас за ее пределы. В духовный мир. И вы уже не вернетесь оттуда. Или же, вы можете выбирать, некоторые так говорят. Да. Вы можете выбрать, хотите вы там остаться или вернуться назад. Да. Да, я думаю, что здесь нужно остановиться.